Килограммы в будильнике не важны. Важно, что это миссия, работая максимально, не связь. Сейчас я рассказывал тассу, говорю, когда я был молодой, красивый и сильный, я просто вешал килограмм 140 на тягу, на клоне, и все было хорошо. И все было просто примерно вот так. А сейчас я с пустым грифом. Все профессиональные атлеты, когда их спрашивают, сколько ты используешь, или сколько ты статарон доставил, тебе говорят, о, я делал 3 грамма, примерно. Ты такой, о, боже, 3 грамма. Коль что-то в твою жопу, и ты растешься в нереальный размер. Нет, ребят, это не так. Что, друзья, привет. Такая темень, уже практически ночь в Санкт-Петербурге. Я еду в аэропорт, я двигаюсь в великолепный город Тюмень. У моих друзей, клуба Siberian Fit, у их великолепного лидера Витя Комова. Еду я на Кубок Тюменской области по бодибилдингу и фитнесу. Проводим мы, опять же, совместность с Siberian Fit. Вас ждет интервью, и вас ждут несколько интересующих вопросов, которые я задам Анастасию, Греку, тренеру мужской сборной Тюмени по бодибилдингу. Мы обсудим с ним реальные инвизировки профессионалов. Мы обсудим сегодня другие вопросы касательно бодибилдинга. Поэтому заподьтесь с терпением. Скоро я телепортирую из Тюмени. Таса вызвался меня сегодня тренировать. Я пытаюсь ему объяснить, что у меня все болит. Отмазки! Он не верит. Я очень надеюсь, что к хирургу мы в Тюмени не поедем. Нет, нет, нет. Я обещаю. Начинаем первое упражнение базовое. Штанга наклон. Дориан Йейт стайл. Ну меньше килограмм и меньше, ладно. Сегодня в нашу программу называется Pull Session. Это жимы. Все движения тела, которые нажимаем килограмм. Нет? Блин, надо кат. Кат, да? Пул отолкать, блядь. Пул отолкать. Все движения, которые тянем. Это Pull Session тяги. Есть 4 дня. Один это ноги тяжелые, силовые, базовые движения для ног. Второй день, это день тяги. Pull Session. Все движения, которые тянем килограмм. Третий день, это день, которые тожжимы. Все движения, которые нажимаем килограмм. Круто. Четвертый день, это ноги объемная тренировка. Потому что ноги реагируют очень хорошо, когда у нас есть разные стимуляции. Поэтому всегда делаем один, который только базовое движение. Большие перерывы, много килограммов. И вторая тренировка, это объемная. Где мы делаем разные оборождения. Тренируем мыши от разных сторон. И стимулируем оба волокна. И как по-русски? Быстрее и медленнее. Быстрее и медленнее. В общем, начинаем отжим наклона. Самый главный метод оборождения, это позиция тела. Много людей травмируют себя, потому что они не умеют, как ставить их тело правым. Твоя позиция тела будет правильной только для тебя. Моя будет правильной только для меня. Потому что у нас разный скелет, разная гул механика тела. И поэтому каждому свое. Ставим наши ноги почти по ширине плечи. Чуть-чуть колено вдеваем. Потом. Вот маленький арк в позвоночек. Руки здесь. И ширина руки, где удобно для твоего тела. Чуть-чуть шире, чем твои плечи. Вот сюда. Потом. От этого позиция. Первое движение, которое методимен, это. Называется в английском протракшн и ретракшн. Держим плечи ниже уровень и только сводим лопатки вместе. Лопатки вместе. Не трапеции, лопатки вместе. Тренировываем на это движение. Это наш первый шаг. Второй шаг. Это концентрация ни в штангах, ближе к наше тело. Наши мозги должны быть наши локти. Чем... Way back, как по-русски? Завести бок назад. Ага. В общем, первое движение, раз, протракшн. И здесь наши локти, чем ниже... Не ниже. Дальше. Дальше. Вот в этой стороне. Они идут, чем больше наша спина... Чем же туда сильнее, я понял. Пиковое сокращение выше. Окей. И потом наоборот. Я транслейтер. Чикен Макнаггенс. Макдональдс. Билл Клинтон. Ты говоришь очень хорошо. КФС. Штанга. Не должна быть в большом расстоянии от наших квадрицепсов. Значит, мы здесь. Руки здесь. И штанга в этот орбит. Вот. Не здесь, как много людей делают. Не здесь. Вот. Сначала лопатки сводим. Вот так. Потом. Локти. Вот. Тебе что-то хрустнуло. Ну, вы обидите. Я старый, брат. Раз. Нажимает. Один. Раз, два, три. И без остановки. Раз. Раз, два, три. Раз. Раз, два, три. Всегда работаем мещи. Неожиданный и сложнейший тренажер. Самое-самое здесь обычный вопрос к тренеру. Какой хват мне надо, что работаю здесь, работаю здесь, ниже, больше, шире. Ребята, это не важно. У каждого свой хват. Это разные конструкции тела, разные идеальные хват. Не слышит человек, который говорит, о, тебя надо здесь, что работаем вниз, и здесь работаем сюда. Сырячащая, это один мещи, грубо говоря, один кусок мяса. Такая большая. Да. Как он работает и как он растет. Когда он максимально длинный, когда он максимально короткий, да? Амплитуда, ребята. Амплитуда. Где, как надо тренировать в мещи, что они выросли по максимуму, у них есть определенная амплитуда, как мы узнаем. И где наша мисси сильнее. Посередине этот амплитуды. Примерно. Наши бицепсы, да? Полная амплитуда. Бицепсы, трицепсы антагонисты имеющие, да? Когда трицепсы напрягаем. Максимально сокращенный? Да. Бицепс максимальной длины. И когда бицепс максимально короткий, наши трицепс максимальной длины. А если еще руку поднять, он станет еще длиннее? Да. По биомеханике тело, да, это от до, если мы хотим быть правильными, да? Но сейчас мы работаем... Будем выебываться. Будем выебываться, что он вообще умный. Ну, по оборождению в зал, ладно? Начинаем отсюда. И заканчиваем сюда. Обычное оборождение, которое все качки делают в зал. В общем, где наши мышцы более сильнее, наши бицепсы? Посередине этого амплитуда. Они не сильные от до. И они не сильные от до. Они максимально сильнее в этот. И поэтому мы видим всегда новички в зал, которые берут огромные гонбельки, да? И делают. Когда ты тренируешь мышцы в их самый сильный диапазон, диапазон, они не растут оптимальные. Работать в вашем мышце сильно, где они не сильные. И потом они и формируются лучше, и они станутся больше. Ну, примерно, если я хотел сейчас скачать бицепсы, да? Я нажал мои трицепсы с самого конца. Полная амплитуда. Пускаю медленно. И опять с самого конца напрягаю мои трицепсы. И я работаю в полной амплитуде. И беру вещь такую, которую мне очень сложно понять от до. Здесь не сильно важно. Я всегда здесь могу делать. То же самое, когда спина. Нейтральная позиция абсолютно. Встречень, полонец. Молодец. И плечи вниз. Локти зад. Молодец. Молодец. Очень хорошо. Максимальная амплитуда. Максимальная, максимальная. Максимальная, максимальная, максимальная. Еще, еще можешь. Вот. Медленно опускай, медленно. Не быстро. Молодец. Очень хорошо. Молодец. Очень хорошо. Как мы это можем делать, да? Сначала. Несколько шагов назад. И сгибаем наше тело. Вот. Сейчас у меня есть максимальное движение спины. Стретчинг. Дай пять. И сейчас мы хотим это делать максимально короткое. Если я делаю оп, то получаю максимальное. Нет. Есть еще вот. Поэтому от. Начинаем. Сравниваем нашу корпус. Плечи вниз. И руки. Чем больше, тянем. Чем лучше. Поэтому мало килограмм. Тянем нашу корпус. Держим плечи вниз. И. И пускаем. И пускаем. Вот. Так просто. Тел это делает нашу миссию максимально длинной. И максимально короткой. Это pullover. Cable pullover. Я назову pullover сверху. Да. Слушай, давай я хочу твое мнение узнать. Мое мнение, что pullover лежит на скамейке. Вот там на скамейке человек лежит. Этот pullover. Мое мнение, что это полное говно. Что думаешь про pullover лежит на скамейке? Мне не очень нравится этого упражнения, потому что не может изолировать твоя спина. В нижней точке висит на мышцах вес, то есть не мышцами держишь, а в верхней точке руки выпрямляешь, и у тебя вес стоит на костях. То есть два раза теряешь нагрузку. Амплитуда в этом упражнении не идеальна, и еще позиция тела не идеальна, потому что когда ты держишь большой вес, в этом положении очень опасное для травмоопасное положение тела. И много из лифтеров, они берут очень большими весами из этого упражнения. И это упражнение, это не упражнение, которое ты делаешь рекорды с большими весами. Это очень дает тебе осушение разное, и это упражнение между встречей и лифтерами. Костяшка. Да. И если ты делаешь большие килограммы, скоро начинают боли здесь, скоро начинают ключицы болят, скоро 30цы болят. Скоро пишешь мне и спрашиваешь, Рус, отдай телефон своего хирурга. Ну вот. И суматэшку. Бля, сказали, срочно что-то происходит. Своя атмосфера. Сейчас будет мясо. Своя атмосфера. Своя атмосфера. Пожорще работать. Пожорще, блядь. Я не знаю, сколько ты делаешь обычно, чисто техника хочу. Три точки стабилизации, смотри, ты сейчас, не-не-не, я хочу тебе показать, ты сейчас не прямо, ты в эту сторону. Я хочу этот ногой сюда, этот ногой сюда, вперед, мы делаем ног посередине, чем больше ты стоишь, чем больше ты положишь твой вес в одну сторону, твой позвоночник будет прямо, и ты можешь работать с правой амплитудой, надо быть так ровным. Начинаем только лопаткой, это не движется, только лопаткой. Это потому что ты не массаж на одной части. Делал массаж? Напрягай только лопаткой, потом локоть максимально прижимай здесь, и пускай. у тебя 30 секунд давай вот 30 секунд я хотел просто покажет правильной техникой вот что-то важно в этот упражнение это стабилизации тела чем лучше стабилизировать свое тело чем больше мозги сезонировать свечи свечайся максимальная стабилизация надо три разные . пора . 1 это здесь 2 это наши коллеги 3 это нашим домашним лидер не нет ключицы лопатки в корпус должно быть не абсолютно параллельно землю где удобно для каждый человек не пробовать делать однако в технике для каждого как удобно для вас скелет вот у меня примерно удобно это здесь не и сейчас пускаем наши рук вот где удобно то же самое наше плечо не должно быть сюда максимально первое движение еще раз откроем наш лопатка максимальный объект 1 движение закрываем лопатку и одновременно держим наш плечо не сюда не прожимаем пропеться только лопатки сводим вот так ритракшн вот первое второе концентрация здесь до потолок вот раз два максимальная амплитуда это до уровень ты почему не заворачиваешь корпус нет видео хорошо да да вот здесь для меня другой человек может быть больше может но не это уровень который ты начинаешь крутить свой корпус я вижу много людей делать вот круто да но это неправильно это вместе тренируем от амплитуда которая они могут быть максимальные длины и максимальные короткие значит отсюда конечно разные конструкции тела разные амплитуд не все одинаково для каждой из вас это единственно примерно для меня да это от долл проживаем сильно пускай и нашу темпу всегда 1 1 2 1 1 2 3 он сказал слушайте ребята хороший тренер он сказал это не тот который тренирует фил хит ну я не говорю конкретно баха не рабов на уж камера был очень хороший он берешь декста зачем до который он всегда в форме он печене и он выглядит лучше чем 25 летный человек вечно его готовы для соревнования даже если ты тренер не простите мне за слово он будет формы значит хороший тренер это не тот который берет атлет элитные генетика и делает его чемпион он будет хороший все равно хороший тренер это этот который понимает минусы от человек с обычной генетик примерно у него маленькие ноги я не не растут и он придумывает стратегия по питанию по тренировке во все что надо что у него ноги были больше и он строил от него очень хорошие атлет с большими ногами или больше чем у него если в зал где вещь человека с огромные руками которые генетически они всегда были большие не и в этот человек и спрашивай его советы как твои руки вверху например на если я видел фильм хит в зал последний который я спрашивал это как твои руки такие потому что него генетические руки огромные в супер форму на масло белый они круглые да идти в человека который у него белые руки как палки два года назад и сейчас у него очень красивый бой большие руки вот этот человек знает правильные советы как руки должны расти не спрашивать людей которые у них элитные генетика как они сделали форму спрашивать человек который он очень сложно работал сделал все ошибки которые возможно сделает и он получил результат этот человек на ну в общем мы размялись то что мы повесили 100 килограмм просто мы разобрали не важно сколько килограмм ты можешь в зал делать миши не понимают 100 килограмм 150 килограмм 200 килограмм это неважно миши понимаем максимальная работа если ты можешь тренировать свои миши с маленький килограмм но они работают по 110 процента они будут растить то же самое когда ты делаешь любое ображение жим примерно да ты можешь использовать все миши тело от квадрицепс до плечи 30 и грудь как powerlifter для максимальный вес но самого грудь не работает это не идеально для гипертрофия все что мы делаем сейчас это максимально миши что только грудные мыши примерно для грудь работали 100 и 105 процента что они выросли потом и ты сделал как оверлоуд передагрузку да в нервную систему что мозг потом дал сигнал что не хватает все что у нас есть ребята давайте делаем больше отрезок перегрузку мы работаем больше 100 процента потому что если всегда ты работаешь на 90 процента на 85 процента в организм хватает сверху не надо делать загрузку в нервную систему что был сигнал от мозга что не хватает все что у нас есть честно да кроме микротравма кроме микротравма что растут миши для максимальной гибернафии самое главное это тоже загрузка цене максимально но не всегда загрузить тенет за счет концентрации ментальный мне пытаться просто выебать себя весом в университете вас все понимают понимаешь загрузка нс отказ ты пока спадает самый огромный да не должны делать отказ но не в каждое упражнение и не в каждый подход это надо быть прогрессивные ну примерно я даю примера как я работаю мы начинаем 1 упражнение мы делаем три подхода ладно первый подход я работаю интенсивные программы немного подходов немного повторения но максимальная интенсивность и как это можете примерно начинаешь сделать один который называют чувствительные подхода я считаю свои силы в этот день который ты тренироваешь потому что иногда мы сильнее один день и не сильнее другой день у меня тогда никогда не в общем берешь свои гандили и работаешь где-то в 50 процента твой рабочий максимальный вес и ты считаешь делать 15 повторения не до отказа просто что крови был везде ты уже сделала разминка сначала тренировка дать не ожидаешь разминка в рабочий подход и ты считаешь что в этот день ты можешь посильнее чем обычно второй подход это твой первый рабочий там берешь максимальный вес который ты можешь сделать в правильной технике правильной концентрации до что ромиши работали по максимуму и ты работаешь в диапазон от 6 до 8 повторений максимальный вес максимальный повторения без помощи другого человека сам до отказ белый свой честь в общем повторения кидая свою вещь встанешь ждет 45 секунды который я считаю что это идеальный перерыв между подходом для гипертруфия время выполнения подхода 6 повторений ты делаешь за какое время время перерыва и время под загрузки должно быть более-менее одинаково 45 секунд сделать подход 40 секунды поэтому наше темпо всегда должна быть 13 иногда 00 конца и 131 конец пауза но не во все упражнения поэтому считает время под загрузки это сложно этот из опыта но всегда всегда негативная фаза должна быть больше чем позитивно потому что максимальная гипернафия бывает когда под негативом да по негатива работа больше выполняется вот да да есть время под загружки поэтому люди которые тренируют это просто эгоизм и связки травмируешь сила конечно растет свежо но миссисом они они не станутся больше поэтому видишь пауэрлифтеры да самую сильную мира да они могут приседает огромные килограммы но их ноги они половине от эти люди которые вместо придать соткой да они приседают сутка ну самая большая концентрация максимальная работа миши и максимальной интенсивности килограммов будем не важно важно что это миши работали максимально не свяжки не инерция но только мыши и поэтому время под загружки всегда это супер важно ничего еще сейчас я рассказывал тасс и говорю когда я был молодой красивый и сильный я просто вешал килограмм 140 на тягу наклоне и все было хорошо и все было просто примерно вот так а сейчас я с пустым грифом честно сказать на 20 повторений у меня забилась спина уже болят лопатки болит рамбовидная болят широчайшие это подконтрольное движение очень важно держи на кулон стабильно две движения 2 маленький пауза конца нажим проживай сильная спину сильнее сильнее секундочку паузу вот еще больше паузы молодец не пропускаешь так далеко от твоей колени больше паузы прожимай сильней две движения молодец ну что друзья мы прибыли пообедать сейчас буду заваливать тасса вопросами пока нам будут готовить еду я 24 дня держал очень хорошую диету у меня рефит поэтому я отдыхаю животом о да скажи что думаешь про рефиты вообще чуть милый рефит или не то не то смотри я во время масонабора всегда посоветовал кушать что-то ну выбирая один день который это может кушать больше калорий чем обычно и потому что это масонабор ты можешь кайфовать чуть-чуть и кушать все что хочешь но во время диеты я категорически против день рефита где ты кушаешь всякую мусорку целый день но есть определенные моменты которые организм в плато ты не можешь это метаболизм тормозит и в этот момент ты должен отдать ему что-то с высокой калорийниусы да как маффины как какой-нибудь сладкое и иногда самое лучшее время это или перед сном потому что инсулин пикует а потом ты спишь хорошо из-за этого и ты не захочешь заново жрать потому что ты спишь если ты делаешь этого завтрака ты будешь делать чиппинг целый день или перетренировка но примерно когда мои атлетики слишком сухие перед соревнования и тормозит их метаболизм и они могут потерять еще у танцы 5 предлагают вам афина шоколадная перетренировка как при тренинг в первым метаболизм перезагружать и повторим они очень счастливы это для психологии что получил что-то не геопическим вот давай всех интересует ты один зимой кто это знает скажи про про атлетов про дозировки про которые они используют это никакие ребята не призыв применению открыть и будет призывом к неприменению потому что вам это не поможет а вас убьет смотрите про дозу да сложная тема рассказывает потому что у человека разные разные организмы они реагируют разными формами поэтому я видел разные дозировки разными конечно диапазон отключайтесь сильно но в такие размеры которые про атлеты ожидает и высокая доза но что это высокая тоже для один может быть средним для другого я встречал любителя которые они даже маленькие пораженные они принимали огромную дозу формы за маленький результат все что я всегда посоветовал людей начинайте самое минимальное самое минимальное которое дает вам результат что не и не убивайте ваши рецепты если у тебя болит голова и ты пьешь три таблетки парацетамол постоянно организм перестанет реагировать на этого препарата то же самое как антиэстрогены ты принимаешь 1-2-2-3 генов постоянно потом тело перестань реагировали или будет будет выше доза или будешь меняет то же самое когда ты начинаешь с андрогенными препаратами ты используешь огромные дозы самого начала ты думаешь что ты будешь верить как мистер олимпия за месяц конечно это невозможно боди мили это марафон и поэтому все профессиональные атлеты когда их спрашивают сколько ты используешь или сколько тестостерон доставишь они и обманывают до 90 процента и не расскажешь потому что если ты спрашиваешь и атлета сколько тестостерон доставишь 145 килограмм сухое мясо и тебе говорит о я делаю три грамма примерно говорю или в боже три грамма в первую очередь и думаю что его тело это только стероиды и несложная работа и режим от утром до вечера в режиме бодибильдинг и это только ой уколи что-то твоя жопа и ты растешь нереальный размер нет ребята это не так бодибильдинг это марафон ты начинаешь делаешь что-то потом добавляешь килограммы потом у тебя есть плато потом пробовать еще что-то потом еще ну вот тренировались напомню что сегодня видео записал для вас я вместе с настасьевым сборной тюмени по бодибилдингу он тренер огромного количества чемпионов россии и чемпионов россии по бодибилдингу соответственно у него очень много спортсменов иностранцев он готовит и ребят из америки как он оказался тут в тюмени в россии все очень просто ребята это любовь конечно же не к россии это любовь к прекрасным российским девушкам он женат на русской девушке сюда переехал человек с огромной историей с огромным опытом у него огромное количество близких друзей выступающих по профессионалам и сердце полное любви к бодибилдингу надеюсь вам понравился этот ролик очень важно для развития канала на самом деле то что вы смотрите поддерживаете мне невероятно приятно я знаю потрясающая аудитория смотрит на канал я вами очень дорожу я очень прошу оставляйте ваши комментарии делитесь видео ставьте палец вверх потому что только так она может расти еще раз спасибо что вы с нами пока